Слава Иисусу! А так были и армяне, и осетины, и, как я бы сказал, много национальностей, которые наши братья и сестры, когда некогда, не так давно, я бы сказал, что во многих стажах присяз на не больше пяти лет, но как они любят Господа, как они ищут Его, как они жадут Его, какая там тоска, какая там жажда о благодати Божией. Они говорили, передай сердечный привет. Эти братья и сестры, с которыми мы вместе молились, когда прослушивали эти корсеты ваше служение, мы были вместе с вами. И говорит, мы знаем, что нам не доведется увидеться на этой земле, но у белого престола мы все узнаем друг друга. Это то, что мы просили и сказали. Узнаем. Слава нашему Господу! Вы знаете, я сегодня хотел, думал, что буду говорить о продолжении праздника, как я уже напоминаю в начале, что не так давно мы вспоминали прошлое воскресенье о совершенстве Святого Духа. Мне хотелось сегодня говорить о роли Духа Святого на земле. Но вы знаете, Господь другое хочет от нас. Прежде, чтобы была роль Духа Святого на земле, так как мы слышали, где Дух Господь, там свобода. А кто дает свобода? Я зачитаю один псалом, я знаю, что мы его все знали. Это первый псалом в этом форуме. Слушайте повесть в любви к простоте. Слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки просил во Христе. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас навеки просил во Христе. Бог нас от гибели спас. Если неправда потери потерянных дней, мучит вас тягостный час, верьте всем сердцем. И веруя в сель, Бог нас от гибели спас. Если под браком жительский скорбей, пламя надежды погас, вспомните только хоть миссию своей, Бог нас от гибели спас. И если при виде соблазнов земных, слабость врушается глаз, слово дослышится в чувствах простых. Бог нас от гибели спас. Слава Богу, Слава Иисусу. Через Иисуса в местах мне и тебе дана амнистия помилования. Спаси. Мы много слышали проповедей, много говорили нам, я думаю, и мы сами проповедовали, и в том числе и я о Иисусе Христе. Сегодня я буду говорить последние дни или последний день дни Иисуса, Иисуса Христа на земле. Самое большое удаление и значение будет останавливаться я на значении всем возгласов последних Иисуса Христа. Предсмертно. Но прежде чем это зачитать, я зачитаю Иисайя всем известную 53-ю главу. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел перед ним как отпрыст и как росток из сухой земли. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был призрон и умолен пред людьми мускорбей и световшей болезни. И мы отпрашивали от него лице свое, будьте внимательны, я обращаюсь снова, не пропускайте мы, он был призрон и умолен пред людьми, мускорбей, понимая скорбь, изведавший болезни, понимая болезни. Мы отвращали от него лицо свое, он был призраем, и мы не вот что ставили его, но он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни, а мы думали, что он под поражаем, наказуем, уничижен Бог. Скажите, мы не грешим этим? Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Бог. Он извязывал, болел за грехи наши, и мучил за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грех всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст твоих, как овца, веден он был на заклане, и как агнец пристреливающим его безглазия, так он не отвязал уст твоих своих. От узы сюда он был взят. Народ его кто изъяснит. Ибо он оторван от земли жених за преступление народа моего, претерпел казнь, ему назначили гроб со злодеями, но погребен у богатого. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его и предал его мучению. Когда душа его принесет жертву, умы, восстегление, он узрит потомство до повечения. И воля Господня была успешна будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть бездовольствия. Через познание его он правит. Раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Братья и сестры, 53 глава говорит о нашем Спасителе, о нашем Иисусе Христе. К сожалению, я сегодня тема не о том, что я буду остановиться на 53 главе. Я зачитал о том, что именно кто он, что он пришел сделать на эту низкую землю. И что он сделал. И сколько раз я делал вызов или делал ему больно. Это было евреям и другим народом, как я услышал там, сегодня толкование. Да здесь уже в Штатах и в Союзе это услышали, здесь я услышал, что в Штатах, здесь на нашем побережье даже уже из-за как надрекущей римлянам не нам, галатам не нам, коринфянам не нам, потому что это не мы. Это не на нас в Писании это, на нас не касается. И братья и сестры, к чему мы идем? И Исайя тоже не нам. Это был Ветхий Завет. Это не нам. Нас не касается это. Мы не люди. Мы не евреи с твердой упертой шеей, мы не такие вереволюбные, что не можем не подчиниться и не ослушаться голоса Божьего. Дарим, братья и сестры, мы похуже. Еврейский народ не имел Духа Святого, еврейский народ не имел оттуда, который продавь, который продал жизнь свою, как за нас Христос. А скажите, а мы сегодня верим этому? Он взял на себя наши немощи и болею. Аргия, тут и было. Мы знаем, где взял здоровье. Мы знаем, откуда взял здоровье. Мы знаем, в каких разях, в каких ваннах, мы знаем, в каких местах, где здоровье. Но не у Голгофи, но не у ног Иисуса Христа при покаянии и исповедании своих грехов, что мы не верим в Слово Божье. Что мы не верим ему, что Мессия, что взял мне мощь и болезнь. Да нет, не взял. Это арман. Почему? А потому, что я верю больше в кто-то другое, чем в это Слово Божье. Больше. И мои сестры, не думайте, что я говорю только вам. Я говорю прямо по себе. Мы люди способны, Господь сказал. Мы можем говорить о чем угодно и можем помнить все. Только не о Иисусе Христе, не о Нем, не о Голгофе, не его обетованиях. Мы не можем помнить. Мы так забываем. Мы так забываем. Вы знаете, я увидел, что это эпидемия, что здесь и там. Что во многих братьев сесер. Я увидел вера. В домах лежит не Библия, а книжечка траве о девяти девяносто болезней. Вот до чего Христос пришел. Траве девяносто девять болезней исцеляют, но не Христос не взял. Не взял. Он напрасно страдал. Он напрасно сколько мы раз его огорчаем и делаем больно ему. И Христос говорит, прежде чем говорить о роли Духа Святого, нам нужно, чтобы Дух Святой зашел туда, где свобода. А свобода будет там, где познание, как я читал, вот это местописание, на подви души своей он будет смотреть с довольством через познание этого. Не знание, а познание. Это сердечно. Мы можем знать Иисуса Христа, мы можем помнить на Иисус много местописания, но не познать Сына Божьего как Иисус. Это помню место Священного Писания, это будет у нас Иоанна. Я буду выбрать выборочно места Писания и здесь я беру 17 глава Иоанна. после Иисус Иисус воззвел отче на небо отче пришел час прослав сына твоего да и сын твой прославит тебя как тогда дал власть над всякой плотью да всему что ты дал ему дас он жизнь вечную это же жизнь вечная да знаю тебя единого истинного бога поздно того Иисуса Христа Братья и сестры я считаю местописание после этих слов воззвел отче на небо и сказал отче пришел час прослав сына твоего да и сын твой прослав тебя я хочу немножко взять имнам всем порастуждать я думаю что эти места 4 евангелиса если мы не знаем их если мы их не читали то я бы хотел сказать что нам нужно очень глубокое покаяние если мы их не читали если мы их не знаем то есть не познали и значит много проповедовать о Иисусе Христе и много читаем о Иисусе Христе и смотрите там описывает жизнь он пришел как он родился очень описывается его рождение возраст как он шел в 12-летнем возрасте в фран а потом помните после этого как будто его не стал и вдруг он является при крещении и он кресет и он приходит и некоторые задают вопрос а где он был это время вы мои братья и сестры это история жизни Иисуса Христа я сегодня буду говорить о последнем дне и последних днях жизни Иисуса Христа не всю его жизнь и знаете самое большее описывает особо Лука и Иоанн также описание и мобилисты описывают самое большее о последних днях особенно последние часы настолько подробно заметите как подробно и вот эта подробность здесь Иоанн пишет после этих слов Иисус вызов отчество а каких что нам было более ясно вы друзья мои исполняете что я заповедую вам я уже не называю вас рабами и баран не знаю что не знаю что делает господин его я называю вас друзьями потому что сказал вам все что слышал от отца моего не вы меня избрали но я вас избрал и поставил вас чтобы вы шли и приносили плод и что и плод вас пробивал дабы чего не попросите отца во имя мое он дал вам ага вот почему мы не получаем ответ не вы меня избрали я вас избрал и поставил вас чтобы вы шли не стояли не ленились не стали духовно не в беспечении но говорит чтобы вы шли я поставил вас первое стояли на креугольном камне христос и приносили и шли и приносили плод чтобы плод ваш пробивал и приносили и приносили нам любить любите любящих вас любите поклинающих вас благословляйте так молите за обижающих вас так а мы на кого мы похожи на кого и как это трудно порой понять это заповедует вам да любите друг друга я люблю друга а Бог говорит любишь и как врагами а были друзьями тогда будет победа в вашем сердце и мир должен будет в вашем сердце и свобода Духа Святого будет в вашем сердце и действие Духа Святого будет в вас в нас почему потому что мы исполнили заповедь мы исполнили заповедь а как я могу любить Виктора когда мне колка сказал или что-то сделал я не могу мои сестры мы не исполнили заповедь Божий у нас нет духовного роста мы не любили не любим не познали Иисуса Христа если мир вас не наверит знайте что меня прежде вас возненавидел если бы вы были от мира то мир любил бы свое я слышу и здесь и там да у меня друзья лучше у мира чем церкви я лучше на общий язык в мире а поделюсь меня поймут чем церкви вся наша беда я не говорю что мы должны совесть я не говорю что мы должны войти в херри и не иметь общение с кем нет я не об этом идет режь если бы вы были от мира то мир любил бы свое что общего света судьбой почему мир любит свое а вы знаете почему потому что день рождения судьбой там мы там спит ноя и там мы и там музыка там веселье там разговоры мира и там мы что общего света судьбой да ничего а у нас есть ну вы ведь я же не могу это и по-человечески мы друзья я не могу не прийти нет не об этом если должен помнить что ты есть не тот человек ты не от мира сего как христос как князь мира сего не нашел вам ничего он своего не нашел там а у нас он придет найдет вот почему мы терпим коли выгрушение уверен вот почему мы терпим синаем память изнемогаем что нас новый измер новый сказать я не сидел за столом я нигде не был где распивали вино или водку шамбанское праздновать ни рожей какие же крестьяне праздную с друзьями есть сегодня такие в церкви они прекрасно молятся они плачут они сокрушаются на это артисты луками и лицами не раскаян они не познали Бога они обманывают сами себя но здесь говорится еще потом в мире а скажите а горький корень обиды а клевета откуда не от мира всего а чего она у нас если менее от всего мира почему она у нас здесь христос предупреждает если бы вы были от мира то мир бы любил и свое а как меня от мира вот почему он ведет эту вековую вражду борьбу и заметьте первый кто был на этой земле пришел на землю Бог и он перенес это как я читал и сядет претерпел что он и болезни и искушений он был во всем кроме мира для того чтобы понять нас живущих на земле представьте себе что сын божий здесь говорит о том мире что почему предупреждает что знает что мы будем здесь жить и очень много будет этого мира в домах церквах скажите где было такое или скажите где откуда взяли это один раз в год один раз в год Господь говорит мне откуда вы это взяли один раз в год будем праздновать день папе и день маме это от мира это не божий мы нужны каждое служение молиться благостанат своих отцов и матерей и они заслужили но они один раз в год но это от мира сего мы взяли и мы соучастники в этом и мир в нас в церквах и мы хотим благословения мы хотим благословения мы хотим Бог говорит это от мира всего это нет меня мы должны благословлять мы должны петь и псалм есть но не делать этого дня Бог хочет чтобы мы всегда молитесь друг о друге не сына как молить наших отцов матерей братья братья все молись а как я избрал вас от мира потому ненавидеть вас мир помните слово которое я сказал вам равня больше господина своего если меня гнали буду гнать и вас если мое слово соблюдали буду соблюдать и ваше а у нас но все то сделаю с вами за имя мое потому что не знаю послав шаг и братья сестры если о нас говорить хорошо здесь мы посмотрим это слово Божие и здесь говорить а меня дали буду дать и вас мое слово соблюдали буду соблюдать и ваш вот почему сегодня новая библия вот почему сегодня новая евангелия есть и очень много выброшек очень много я вам не советую приобретать новые сегодня библии новых изданий и новые евангелия если их видите я вам не советую это не божественная уже книга имейте это которые извращенные очень страшно я не хочу сегодня говорить о другом совершенно теме но как я увидел одну эту книгу мне стало страшно почему пришлось что даже судовский грех уже не грех это новые книги пида если б я не пришел и не говорил им то не имели греха а теперь не имеете извинения во грехе своем ненавидящий меня ненавиди отца моего если я не сотворил между ними дел каких никто другой не делал то не имели греха а теперь видели и восстановили и меня и отца моего да сбудется слово написанное в законе и возненавидели меня напрасно и сам отец любит вас потому что мы что вы возлюбили меня и уверовали что я исшел от бога и я исшел от отца и пришел в мир и опять оставляя мир иду к отцу ученики вот сказали ему вот теперь ты прямо говоришь и причина не говоришь никакой теперь мы видим что ты знаешь все и не имеешь нужды чтобы кто спрашивал тебя поэтому веруем что ты от бога исшел иисус отвечал теперь веруете вот наступает час и настал уже что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставить одного но я не один потому что отец со мной это сказал я вам чтобы вы имели во мне мир и у мире будете иметь скорбь наружаетесь я победил мир последний слой иисус возвел очи слой на небо очи пришел час будучи на этой низкой земле христос после после этого момента как он принял крещение на странице священо писание немножко высветленного что он делал днем и что он делал ночью днем учил а ночью проводил молитвы и господь говорит когда заметьте что после этих слов иисус возвел очи своими на небо из-за отче очень заметьте и в эту слову отче пришел час прослав сына христос пришел на тунисскую землю не для того чтобы показать что он царь но он пришел выше как царь земном царь царей господь господствующих это он не так давно он въезжал в Иерусалим и одежды кидали под ноги этого осла ветви цветы осада все царь придет на молодом осле возглас и все через несколько дней так быстро поменял оскорде он достоин смерти скажите что такое за парадоксальные перемена людей почему потому что то что я читал что они я пришел что избрать от мира всего нас избрать от мира и он не обил от мира это а все ждали в том числе ученики что он царь они верили что он восстановит царство мы знаем после смерти как они рассуждали что мы думали что это тот который восстановит царство израиля но убийство все прятен уже три дня как умер их я и вера умерла и надежда умерла и все то что он надеется почему они видели в нем и ждали его царя избавителя от рима гнета римского рабства но не от римского но не от гнета и от рабства греха и заметьте что христос представьте себе он идет навстречу иоанну крещения иоанну никто не говорил но когда он увиден помните какая была встреча я недостоин развязать ремень обуви а здесь говорит ты должен это делать иоанн христи а дух святой беду бога исход и после этого христос пошел на служение вот к сожалению что что я говорил я хотел говорить о роли духа святого или назначение духа святого на земле это не просто день педы сяк это намного больше и сегодня мы будем отвечать и очень силам пред богом о том что мы знаем получили дух святой а действия духа святого нет ответим мы и спросим с меня и святком почему действия духа святого ругали назначения духа святого нет сегодня часто и вот здесь Христос как получил он пошел он проповедовал он и знаете этот момент мне очень и очень заполнился я возвращусь луки воскресенье немножко возьму выше и 22 главе и знаете когда Христос уже я не беру того момента как Христос был на этой земле и после того как уже он пришел как его встречали и вот здесь приходит момент что он знал что его будут распинать он знал но вот здесь он сказал зная то что его ждет зная роль его или миссию пришествия на эту землю он говорит символ символ вот сатана просил чтобы сеть как пшеницу вот только из вас многие слышали я думаю многие слышали проповедь на эту тему но сегодня я не то буду говорить я сегодня наделал ударение на то что он сказал как пшеницу а я молился о тебе чтобы не успел сам идет на такое испытание на такую тяжесть страдания а он говорит я молился о тебе а у нас сейчас то ой так болит печень или желудок я молиться не могу или я так духовно разбит я так духовно разбит у меня нет веры у меня нет молитвы молите за меня братья и сестры не нужно молиться за исцеление этих людей нам нужно молиться господи дай этим народу этому брату этой сестре покаяния они не познали тебя потому что сын божий перед страданием в огоне страданий он не прекращал молиться и в это время идя на страдания он помнит о том что все сатана просил селит как женицу бед я знаю божествую моему возбудить большие испытания и при моей жизни моем страдании на тебя первого будет большое нападение но я просил я молился о тебе чтобы не воскудила вера твоя и ты некогда и ты некогда обратившись обратившись утверди братец слово обратившись то есть человек шел в другом направлении обратившись утверди братец своих кто может утвердить кто может сочувствовать кто понять может как не тот кто пережил цену прошения как часто мы не можем сострадать мы не можем понимать я всегда говорю кому много написано проще но то что тот понимает цену прощения тот понимает что такое любовь божья и тот никогда не поспешит принимать участие поносить говорить делать боль никогда я уже говорил здесь напоминал вам один из вечеров о том что если себе Господь меня не подкрепил и не предупредил который сказал о том что у меня есть горки корень обиви и непрощения мне в поездке было бы очень трудно и даже я бы сказал может быть и невозможно да не только что может быть а я не выдержал не вынес бы того что я встречал этих атак этой критики и тому подобное я благодарю Бога что Он знает Он сказал я хочу сказать что я будучи на этой земле первый прошел это я прошел если ты хочешь от мира сего выйти углаждать людям и чтобы тебе говорили хорошо будучи мазаком многими скорбьями надлежит вам против царства и вот здесь он говорит я молился чтобы не оскудила вера твоя в чем чтобы ты укрепил братьев в чем значит вера братьев будет оскудивать Евангелие очень сжато и очень мало описывается здесь о том что произошло в этом промежутке времени но здесь когда узнали что Христа что Он открыто сказал что Меня не станет не будет они не могли понять перед самой Гефсиманией перед самым Гефсиманском саду Он говорит Симон Сим я знаю как Сатана просил у Отца моего что не вас рассеять но я боюсь о тебе чтобы ты некогда обратившись обратившись утверди братья твоих один момент я вам передам это момент обратившись когда эти братья были в рассеянии когда Христа уже распинали и бичевали он один никого изучить никого не было там они рассеялись и вот этот тот вы знаете что с ним произошло но после когда Господь воскрес что с Петром произошло и что сделал Петр представьте себе что этот человек пришел утверждал как братья этот момент показано настолько что он пришел и говорил своим братьям братья я один из всех который пережил или потерпел от духа страха но вы знаете что он любит любит не опускайте руки и там Петр сказал слова эти своим братьям что Иисус Христос пришел он пришел дабы и отвергнутого не отвергнуть и братья сестры и Петр пошел к тем видите какой промысел Божий по тем которых не считали за людей хотя я слышно они не считались как народ народ был один понятие народ это будет а Бог говорит тот иди и утверди братьев твоих среди язычников твои братья и я посылаю тебя чтобы ты утвердил их что Христос пришел за грешниками отступниками падшими ушедшими Христос пришел за теми которые отступили оставили за теми которые не были его иди утверили это братья но господи как ты как ты наперед так нам много видишь а он значит сказал я видел вас тогда и молился я тебе и тогда ты думал что когда я говорил прости ибо не знаю что делаю я молился о тех кто это делал я молился о тебе и о твоих братья и все я молился о вас перед отцом прости им ибо не знаю что делать он не сказал прости пилату он не сказал прости воина он не сказал прости иуду он мог сказать но он вроде я так не сказал я сказал прости этим и будущем прости ибо не знаешь что делать если бы этой молитвы не было совершенной там для нас бы не было прощения а было бы прощение тому какому он молился потому что он пришел взять на себя грехи и он тут же говорить за кого и здесь гельсиманский сад и висит вон по обыкновению на гору илионскую знаете слово и выше и выше пошел по обыкновению я вам не сказал слово по обыкновению это говорит о том что христос на нем был дух господин дух святой дух молитвы это дух молитвы был иисусе иисус был днем поэтому поэтому по обыкновению ходил на гору ионскую а мои братья и сестры ведь Бог мне задал такой вопрос а по обыкновению ты куда ходишь на молитву по обыкновению утром и вечером 5-10 ну может 15 по обыкновению вот как мы оценили и какой у нас молитвный дух и как мы пребываем в молитве вот почему не можем одержать победу вот почему не можем побеждать вот почему мы не можем наступать вот почему мы не можем делать то что сказал христос бы мы по обыкновению не знаем даже на гору ионскую не знаю давайте будем открывать и пришел на гору ионскую за них последовали ученики прищедший на то место сказал молитесь чтобы не упас в искушение если не будете молиться вы упадете в искушение если у вас нет молитвы вы будете в искушении если мало молитесь вы будете в искушаем а если будете молиться и пребывать в молитве то будет победа будет победа и сам отошел от них на лежу на камне и приклонил колени молиться первое я называю сегодня это молитва это последние я бы сказал уже часы пребывания Христа на земле и вот ему молитва отче если бы ты благоволил пронес чашу эту мимо меня впрочем не моя но твоя да будет твоя я явился ему ангел с небес и укреплял его и находясь в горынии прилежнее молился и был под его как капли крови падающего с и стал от молитвы он пришел к ученикам и нашел их их спящие от печали пройдите сестры и я увидел себя не знаю как вы я увидел тебя там он ей молится и какая молитва находясь в варенье прилежь молился и был под его как капли крови падающие на сведо и сказал им что вы спите станет и молитвы чтобы не пас по искушению он знал какое искушение и будет ждать то что он и по дороге прямо у сговорю а мы именно надеялись что человек пророк сильный в слове и в деле это тот самый который восстановит царство израиль но со всем этим уже три дня как угол правда некоторые женщины нас изумили видите изумили якобы он воскрес вот какое искушение что он сказал я взял ваши немощи болезни я взял на себя я прощаю там где покаяние там прощение там очищение у нас не так и здесь здесь письманском саду он говорит отче если бы ты благоволил про неисчавшуюся мимо братья и сестры я никогда не предавал этому значению слову отче мы часто молимся и я в том числе молился иисус мой спаситель мы этим не грешим дорогой родной возлюбленный и так дальше но христос подделал ударение я хочу чтобы ты сказал народу очень большая сила когда его сыновья и дочеря стоят на земле и они попьют к отцу и говорят отче никуда ты в Гевсимальском саду ты говорил отче ты сказал нам оставил молитву отче наш отче отец и он там на небесах да мы признали сын божий стоит и говорит отче слышишь сын вы кто говорит на земле отче умыли имя я просу тебя я прошу отче помоги ему оба отче если и дух свидетельствует духу вашему когда мы молимся оба отче это победа это сила это поражение дьявола когда говорим оба отче отче мой ты мой отец я твой сын я твоя дочь отче помоги отче защити отче дай победу я я в искушении я в болении я в испытании отче помоги мне а он говорит отче помоги ему он он назвал меня отцом ты помоги отца то есть часы его жизни, а он молится, отче, я так думал, почему не сказал и его, почему не сказал другими словами, почему не назвал другими, он мог назвать его, правда, но он говорит, отче, это значит отец мой, а я твой сын, это большое значение, когда мы говорим, отче мой, ты не напрасно был на Голгохме, ты не напрасно пришел на землю, я сегодня свидетельствую, что ты отец мой, а он говорит на нем, отец, вот на подлых с души своей, я буду смотреть с довольствием, ты смотришь, не напрасно жаль твоя, он, она говорит, отче, это сын, это дочь, говорит, отче мой, я к тебе усыпаю, и явился ангел, и укреплял его, и находясь в бурении, прилежно молился, милые братья и сестры, ему не помешало ничто молиться, пустыня, 40 дней и 40 ночей, милые, искушение, борьба, мы просто читаем, многие братья, все это нам очень кратко, так описано, ну и знаете, когда-то все происходило, как, и какое было борение, и что там было, и что он отвечал, а он отвечал, написано, сказано. Дальше, когда он еще говорил, это появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и вот подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, и вот такой, им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисусу же сказал, Иуда, с целование ли передает Сына Человеческому? Это тот, который сказал, Отче, если бы Ты благоволил, пронищавшись ее мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя добудет, как Ты хочешь. Аминь, я хочу так. Я хочу так. Если Бог не сделает так, как один из братьев сказал, А за что я буду благодарить? Он ни на одном не ответил, что я хотел. Я говорю, А что именно он тебе не дал? Чем он тебе не помог? Что? Говорит, посмотри, говорит, все как-то, вот, смотри, как, говорит, все выбились, говорит, выбились, поднялись, говорит, имеют. Я, говорит, купил вот этот микроавтобус, и не могу, говорит, ни заработать, ни долги отдать. А я просил, помоги, по-моему, он не дает. То есть, что его любить? Видите, как мы можем огорчать Господа, как низко оценить страдания Иисуса Христа. Он говорит, не моя воля, да твоя воля, как ты хочешь. Я себя даю. И здесь картина. Иуда говорит, и он подошел, поцеловал его. А Христос говорит, Иуда, целовали ли перед ее сына человеческого? Стоящие, бывшие с ним, видя, к чему ее дело, сказал ему, Господи, не ударят ли нам мечом, это же мы. Жажда. И Господь говорит, возрожденные. Мы говорим, невозрожденные, раз вы говорите, рожденные свыше. Невозрожденные свыше. Кто мы? Кто мы? И вот здесь давайте задумаемся, кто мы? Здесь они говорят, давай, не взят ли нам мечом и не ударить. А Христос говорит, для нас очень понятно, что какими бы мы не были возрожденные или рожденные, знайте, что если у нас не будет молитвы, мы не сможем побеждать. Мы не сможем противостоять. Если у нас не будет молитвы, мы не сможем прощать, мы не сможем любить, мы не сможем терпеть, мы не сможем умолять, мы не сможем смирать из-за того, что у нас нет молитвы. Он дал нам пример для того, чтобы сказать, Иуда, и знаете, и в этот момент Иисуса Христа не было нисколько гнева и обиды на Иуду, а только одна любовь. И в этих словах Иисуса Христа восклицание это тоже возглас любви последний. Шанс даю тебе, Иуда, целовали мне предаешь. Другими словами, Иуда, я люблю тебя, ты можешь еще покаять, еще не поздно. Но в Иуде была другая цель. Деньги. Он знал, что Христос раз и уйдет невидимым. Он это, на это решили. Он ему не сказал, ах, ты предатель. И ты еще пришел. Нет, ни слова. Иисус ему не вышло, ни слова. в глазах его не было никакой искорки днева, и в устах его не вышло, никакого горка его горла. Без устного. Почему? Потому что, Иисус говорит, потому что я был в молитве. Он был в молитве. Заметьте, он был настолько в духе молитвы, что ему не мешал ни Иуда молиться, ему не мешали ни римляне молиться, ему не мешали непривязанные руки молиться, ему не мешали тогда, когда пробивали руки ему, когда этот комланный гвозд стал здесь на долоне, и этот римский молот ударил, и брызг и крови ударил и намолол, а он говорит, отче, проси им оболочь воду любовь. Это молитва, отче, проси им, а у нас какая молитва? Отче, проси, отче, помилуй, отче, спаси, и наоборот. У нас такого нет, порой нет. Иоанн здесь говорит, Иуда целовали мне предает сына человеческого, и один из них ударил гроба пресвященника, и отцеп ему право Иоанн. Тогда Иисус сказал, оставьте довольны. Поехали, сестра, немножко возвращусь, то есть остановлюсь. Там мы будем читать кому он ударил ухо, и кто был там? Кто там он был? Пришли сфакерами, пришли воины, а ухо отсек кому? Не римскому воину, а первые сфакерами, читайте, что здесь что он сказал. И отсек ударил рабат перед священником, а отсыл к ему право его. Чего там были про священники? И чего там были эфиры? Это были люди, которые за деньги кричали, чтобы исполнилось желание и Господь. Это были люди купленные, оплаченные, которые стояли и требовали и кричали, что он достоин смерти. Но первые священники, они прекрасно знали, кто он знает. Они прекрасно знали, кого они идут брать, и кто им мешает, и чего они мешают. Им чего он мешает, они знали. и заметьте, видели первые священники, которые говорили дальше там мы будем читать. И что же они видели? Много чудес и знамений. Мертвые воскресают, больные достигаются, слепие прозрывают, хромые ходят. И коснувшись уха его и силы его пресвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли с мечами, коленей, чтобы взять. Каждый день я бывал, каждый день бывал я с вами в раме и вы не поднимали на меня руку, но теперь ваше время. И власть чьи. И Господь говорит, в это время живем мы. Власть чьи. Не света, а тебе. Борг и Борг и служите и очень будьте внимательны, куда вы идете, что вы служите, в чем вы участвуете, в чем вы соучаствуете, чтобы вам не стать вместе служителями тьми, соучастниками. Ведь это были первые священники, а они были служители тьми, так написано. Они были. И Господь говорит, и это время сегодня. Ведь не любят свят, не любят истину, не любят обличения, не любят откровений, не любят того, чтобы церковь была, как они говорят, что мы церковь, не для того, помолитесь вам, сейчас, как я смотрю, как Украина, как Россия, вы знаете, что сказали братья епископа России, что в России настолько угашен Дух Святой, чтобы получить ответ от Бога, нет. Так навели парадок служить людьми, угасили в зале свои руки. И они делают, знаете, как делают? Церкви, чтобы не было откровений, не было молитв на языках, молитесь дома, только в присутствии нас. Чтобы не было молитв без присутствия нашего, чтобы не было откровений без присутствия или согласия разрешения нашего. Люди говорят, мы приходим в церковь, мы умираем, мы приходим домой, собираемся две-три семьи помолиться, и этого звонит и наказывает. И это и Украина, и Россия, и Германия, и здесь то самое. Служители тьми служают. Это служители тьми. И они не любят света, и не любят действия Духа святого. Потому что их дела тьми, и они не хотят. И сегодня как смотрите, они говорят, что взяли и пришли меня к сколь как на разбойника. Я же не разбойник. А что раньше не раньше не брали? Ваше время сейчас. Ваше время сейчас. И время теперь обидел раз есть. И не братья и сестры, эти слова нас предупреждают на очень и очень важном. И взявши его, привели в дом предсвященника, вы знаете, что там было? Я это пропускаю, потому что время очень быстро идет. Прошло сейчас времени, еще никто настоятельно говорил, точно это говорили о Петре, это человек был там. Потом вышел морг за моргом. Люди, державшие Иисуса, ругались на дни и били его. И закрывшие его, ударали его по лицу и спрашивали его, пророки кто ударил тебя. Представьте себе, царю царей, сделать такое, за меня, за мои грехи, это мои грехи. Это я. И там так же самую накинул ему на лицо и ударял и смеялся. Скажи, ну, угадать ему ударил. И многих, много имих улений произносили против него. И так настало день собрали старейшины, народопроисвященники и книжники, и ввели его в свой сыноврем. Братья и сестры, я это место читаю и читаю, а Христот говорит, это делали со мной, это будут делать своими сыновьями и вечерями, которые написаны на земле. Это будут делать? А как? Ну, очень просто. если ты сестра сосуд, то закрыть мою уста культурно, то не просто. У нас тайная список 17-го. Ну, давай, первая, вторая, третья, четвертая, отвечай. Скажите, армирный так нечего Христосу. Что думаете, Христос не знает, какая-то первая, вторая, третья? Да, знает. Но вопрос, вы, епископа и пасторя, почему вы не имеете реально, конкретного ответа, личного, реального общения с Богом, чтобы получать на первую, вторую, седьмую нужду. А подтверждение вам не надо, брат, сестру или брата, а Господник на повязках сын мой, это вот, это, естественно, вот так, это действие Духа Святого. Это роль Духа Святого на земле. И сегодня то самое делать пророки, кто ударил тебя. Скажи, скажи, дай нам, если с тобой Бог, если ты сын Божий, если ты дочь Божия, если ты действительно с Богом, дай нам подвержение. Как страшно, как страшно, что сегодня происходит, чему сегодня пришло. И сказали, ты ли, Христос, скажи нам, он сказал им, если скажу вам, мы не поверим, а если же спрошу вас, будете отвечать мне, и не отпустите меня. Отныне Сын человеческий, Бог сядет, ради сну силы Божьей. И сказали все, итак, Сын Божий, итак, ты Сын Божий, он отвечал им, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали Иисус его, и поднялось все множество них, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ. Будьте внимательны, первый ярлык цепляет ему, как он, он обвиняет, развращает народ. И тут же он сразу, смотри, как он сразу резко на ходу все, ну, как сказать, выкручивает, чтобы себя защитить. Если сказать, что развращает, то сразу Пилат говорит, а чем? Ну, сказать, что он говорит о грехах, и что он исцеляет, это не развращает. Если он отвечает о их темных действиях, так это не развращает. Начинает это прикричьем и запрещает давать подят кесарю. Видите, как все идет нахрен. Называя себя Христом и еще и царем. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь. Пилат сказал перед священником и народом, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Безбожный человек, атеист религиозный, как можно сказать, он безбожный, не верил в живого Бога, он воин, он влюститель порядка. И он не нашел никакой вины. А они нашли, что он разрешает народ. Он не нашел ничего, что они сказали. Но они настаивили, говоря, что он возмущает народ, уча по всей идее, начиная от Галилеи до этого места, уже идет возмущение. Билат услышал о Галилее, спросил, разве он галилеянин, и узнал, что он из области Ирода, и послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод увидел Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть в него какое чудо. Видите, опять открывается категория людей. А одни видеть в нем Мессию, Спасителя, Врача, Семрителя, Другие Возмутителя, Нарушителя Порадка, а этот чудо ищет. Видите, какие люди есть, как много категорий, а этому нужно чудо. Вот такие в царь люди. Одним будут чудеса, идут за чудеса. Не задавайте нам чудес, а за чудес, им не нужно давать чудес, им нужны чудеса. Вот почему сегодня под демонический чуждый огонь. И там чудеса, там исцеление, да, там много исцеления, но то не божье. То не божье. Бог никогда не исцелял тело, не исцеливши души, никогда. Бог прощает, очищает, исцеляет душу, исцеляет тела. А эти церкви исцеляют только тела. Но не там не говорится ничего о грехе, о освобождении от греха, о исповедании, очищении от греха. Бойтесь этих исцелений и не идите под эти демонические руки. Бойтесь. Это не Бог, это чуждый огонь. Если эти руки будут положены на ваши головы, вы не сможете иметь духовного роста, духовного подъема, потому что эти люди продали за деньги, взявшие этот чуждый огонь, и несут его. Это не Божья сила, это Божье действие, и Божье сил. И здесь он говорит, что я ничего не хожу, но и он говорит, я чудо хочу. То есть он положил сердце, что он надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но ничего не отвечал. Здесь только что отвечал, а здесь он не отвечал. Я все сказал, я дам вам пример. Когда отец мой отвечал, я отвечал, но когда отец мой увидел уже дальше, он молчал, и я молчал. Но я оставил вам пример. Если я иду впереди, я отвечаю, вы отвечаете. Если я молчу, и ты молчишь. Если я молчу, не молчу, не защищай себя. Не говори, что ты Сын Божий, не говори, что ты царь. Молчай. какой оставил пример Христос для нас. Ты хотел чудо? Он вообще молчал. Даже на вопрос не отвечал. Вот ты хотел насмеяться. А Бог знал. И предлагал ему многие вопросы, ничего не отвечал. Пресвященники и книжники стояли и усиленно обвиняли. Вот труженики не устают. Это знающий закон Божий. Это знающие пророчества Исаии, Еремии. Это те, которые знают пророков Божий, которые Господь говорил. Это они знают. Они знают Иоанно, они знают и Михея, они знают этих мужей, они знают. Знают. Они знают только языки, знают. И они настоятельно устояли и усиленно обвиняли Его. Сегодня разного нет. Но Ирод со своими воинами уничижил Его, насмеявшись над Ним, одел Его светлую одежду и отослал обратно Пилата. А здесь острое. Если бы нам предоставилась картина увидеть этот момент насмешки, царь, царь, Господь господствующий, за тебя и за меня потерпел такое нитяжение. И Он ни слова не сказал, молчал. А нас незаконно обидели и порой нам так трудно молчать. Почему я вам говорю, что Бог меня предупредил предпоезд. Возьи с научностью терпеть, молчать, любить, прощать, молиться. Благослови. И сделался в тот день Пилат и Ира друзья. Одно присутствие с другими друзьями. Два врага сделали друзьями. Между собой, ибо прежде были во враже друг друг. Пилат же созвал преосвященников, начальников и народ и сказал ему, вы привели ко мне человека как развращающего народа. И вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновного ни в чем том, чем вы обвиняете его. Это говорит преосвященник и тому народу Куплеру. И Иру тоже, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так наказав его отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать смерть ему. А отпусти нам Барава. Барава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвесил голос, желая отпустить и солидит, как печали, что Пилат возвышал голос, что не из того кричащих людей остановить. Жажда крови, жажда смерти, жажда расправы, жажда мессы, чтобы этот человек не мешал. Служители тем не кричать. Он третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем и так наказал и пущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозь Бог крик их и пересвященник. Так перед священниками и сочетали. И когда повели его, то захвативший некого Симона переняли, возложил на него крест, чтобы принес за Иисусом. И за ним шло великое множество народа и женщин, которые плакали, рыдали о нем. И сужая обратился к ним, сказал, все ремсалинские, не плачьи обо мне, но плачьи о себе и тех ваших, ибо приходят дни, которые скажут блаженые неплодные, утромы нерождавшие и сосны видавшие. Вели с ним на смерть и двух злодеев. Разбойники. Одного по правой, другую по левой сторону. Иисус говорил ему, проси его, не зная, что делает. Когда пришли на место, называя лобного, там распяли его и злодеев одного по правой, другую по левой сторону. Иисус же говорил, Отче, проси им, ибо не зная, что делали. И делили одежду его, бросая в репе. И стоял на рот, и смотрел, не смехались, жил вместе с ним. И начальник, говоря, дури спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божиим. Также воины рвались на ним, подходя, поднося ему уксус, и говоря, если царь иудейский, спаси себя самого. И было на нем написано, словами греческими, римскими, еврейскими, это царь иудейский. Я немножко здесь остановлюсь, и я скоро буду оканчивать, но хочу, чтобы запомнили. Христос сказал, мне о многом я уже говорил об этом, хорошо помню, но ни о чем так быстро не забывают люди, как забывают о Иисусе Христе. Помнить все. Могу сказать, рассказать так подробно за 20, за 30, за 50 лет, что они пережили, что было в их жизни. Могуть, только не могу перегазать так подробно страдания Иисуса Христа. Не можем так подробно запомнить распятие сыну нашего искупления. Мы не можем это помнить, мы не можем этого быть, потому что мы не можем пребывать в молитве. Как Господь говорит, почему? Потому что бесконечные погони, гони, сделок лучше. Терворы строить сегодня большие церкви, доказать, что с нами Бог. Терворы союзы, объединения, показать, что они во власти Божьей, они служители тьми. Потому что Духа Святого угостили, Духа Святого действий нет, откровений и действий благодати Божьей нет, а все взяли в порядок. И, Господи, как больно смотреть, когда они уже нашей славянской церкви делают распорядок на год. Какие псалмы, какие проповеди, кто будет проповедовать, как исключение, если какие-то будут парни положенные гости. Все. Как Америка, как Германия, как Украина, как Россия, как другие уже там местности, они пришли к тому, что будет проповедовать только те, кто имеет власть не с их другие, другие допускаться не будут. Скажите, это о чем идет речь? Это о том, что Духа Святого уже будет проповедовать первый топ, там и тот, там и пятнадцать, там и двадцать минут, и там и все. Это первый псалом, это сик, это так дальше. А где время для Духа Святого? А где время для благодати? А где время для покаяния? А где время для примирения с Богом? Они говорят, это не место, место для призыва меня. Другие братья и сестры, я видел служение, которые там люди, это было вечеринное служение, это было темно тогда, когда мы там, и эти люди шли, я видел, как у меня проповедовать, и некоторые заходили в дверь, и не могли зайти двое, они так стояли, что не попасть в дверь. Это наркоманы, это алкоголики, но они шли, они говорили, мы пойдем, может там нам помогут. Мы слышали, что здесь некий Иисус освобождает. Ребрати и сестры, я видел там десятки этих людей с новыми лицами, новыми сердцами, обновленными кровью акциями, освобожденные Иисусом Христом пленники греха, и они потому что Духа Святого угостили, Духа Святого действия нет, откровений и действий благодати Божьей нет, а все взяли в порядок. И, как больно смотреть, когда они уже нашей славянской церкви делают распорядок на год, какие псалмы, какие проповеди, кто будет проповедить, какие исключения, если какие-то будут парни, положенные гости, все. Как Америка, как Германия, как Украина, как Россия, как другие уже там местности, они пришли к тому, что будет проповедовать только те, кто имеет власть не с их. Другие доках преды допускаться не будут. Скажите, это о чем идет речь? Это о том, что Духа Святого уже будет проповедовать первый то, второй, то, тому 15, тому 20 минут и тому все. Это первый псалом, это сик, это так дальше. А где время для Духа Святого? А где время для благодати? А где время для покаяния? А где время для примирения с Богом? Они говорят, это не место, место для призыва меня. Догие братья и сестры, я видел служение, которые там люди, это было вечеринное служение, это было темно тогда, когда мы там, и эти люди шли, я видел, как у меня пропали, там некоторые заходили в дверь, они могли зайти, двое, они так стояли, что и попасть в дверь. это наркоман, это алкоголики, но они шли, они говорили, мы пойдем, может, там нам помогут. Мы слышали, что здесь некий Иисус освобождает. братья и сестры, я видел там десятки этих людей с новыми лицами, новыми сердцами, обновленными кровью акций, амитий, освобожденные Иисус Христом пленники греха, и они по три, по четыре года, по пять, они свидетельствовали, как они были, где они были, и куда они когда шли эти люди, я видел их, и что когда они пришли, что делал с ними Иисус, когда они как он один зашел, головами разбитые, такими нитками шито, видно там друг другу, они еще раз нитками сярвали, а Господь освобождает эти разбитые сердца, а у нас порядок, а у нас конституции, а у нас союзы, а у нас конференции, но нет Господа, нет, мы не дали свободу Духу Святому, мы не дали вот без служителей тьми, вот к чему мы не нуждаемся во свете, мы не идем к свету, мы не даем свободу Духу Святому, мы не оценили страдания Христа, мы не пришли к нему сказать, Отче, проси, Отче, помилуй, сколько сегодня здесь, даже в этой Талсе, нуждается освобождение, сколько сегодня пленников греха, сколько сегодня пленников наркомании, алкоголя и других еще и грехов, сколько их здесь, братья и сестры, но нам есть время молиться о них, нет, мига ними, мы заняты, нам некогда, мы в круговоротах, мог некогда, вот что Господь сказал, разрушает душу от Господа, от Иисуса Христа, нету времени для молитвы, нету времени для Господа, а Иисус Христос даже в Кисиманском сезон нашел время молиться, и даже когда его положили на крест, а его положили братья и сестры, это надо было видеть, какого, я вам скажу, какого, его вели на Голгофу после бичеваний, все полно, я вам немножко раньше говорил, это не то, что рисуют, здесь порвало, там смотришь, блестят выглядывай, белеют кости, здесь белеют кости, на спине белеют кости, он падает и не падает на ковье, а падает пиль, бразь, и эта кровь мешается с грозью, представьте себе, царь-царей, Господь господствующий, а эти пересвященники довольны, довольны, добились своего, добылись, и его в ответных рядах, в этих болях, можно еще пробивать руки, ни слова у коризни, ни стона, ни вопля, а часть, мне тяжело уже, я не хочу липить боль настиг, но, нет, он говорит, боже, помоги мне, терпеть, мне очень больно, мне лучшая боль, пробивает, ими вы же скрикнули, ай, но я кричал бы, больно, а там ни слова, а там только в ближайшем эти открытые коси перемазаны то все таю, то и грязью, да там тихо, выглядывает, Иисус, когда он показал, как ты страдал, а вот я показываю тебе, чтобы он и знал, как я любил, себя, и там, когда пробивали, он не молился о себе, он забыл о себе молиться, думаете, нет, но он не мог о себе молиться, потому что он знал, что будет такой Вася, Виктор, Ганна, Мария, которые будут делать, грех не знает, что делает, и он молит, отче, прости им, ибо не знает, что делает, там, это последний из всех слов, пресмертный, возгласов сына Божьего, он говорит, отче, прости им, не знает, что делает, не знает, что делает, они не знают, что делают сегодня, а у нас сегодня, братья и сестры, есть такая любовь, есть такая молитва, нам ходят за эту сестру, так убрать, что нам больше и церкви на глазах не было, нам этого брата так хочется убрать, чтобы он нам не мешал, чтобы он заболчал, нам хочется его до пришествия исключить, нам хочется его посадить, и чтобы церкви не проповедовал, и чтобы его не привязывать, и чтобы с ней не общаться, и этот дом уходить стороной, а еще говорить, отче, прости им, этим злым делом за любви, не знают, что делают, не знают, я не пришел это дело так, и учить, я пришел спасать, отче, прости, он молился, и он говорит, прости, представьте себе, этот момент, я так смотрю, когда этот хвост встал, и ударит на молотка, это крово произвело, а его молитва, отче, вы знаете, когда я услышал этот хвост, отче, я сказал, господи, и я не понимал значения, отче, отче, и сегодня, как я уже говорил, он стоит сегодня, как мы называем круглосуточно, он не уходит, он там с ним, предстоит перед ним, день и ночь, по-нашему, но там нет, этого, братья и сестры, он стоит и говорит, даже тогда, когда мы спим, отче, благослови эту, Галю, эту Марию, этого Виктора, этого Сергея, сохрани, благослови, защити его, и дом его, отче, помоги, ты слышишь, он молит, она молит, о себе, о детях своих, отче, помоги, отче, спаси, они сказали, отче, это слово, отче, и заметьте, как он говорит, здесь, он говорит, отче, прости им, ибо не знают, что делать, и делили одеждой, бросая в репи, и стоял на воду, и смотрел на смехалистое, что вместе с ним, начали говорить, а другие спасают, пусть же спасет себя смогут, Христос избранный Божьим, но в этот момент, это еще об этом, вы знаете, так мало описано, когда он показал, когда он шел, вот этот заман, омазанный в этой грозе, так кровь, а там шли, шли, и даже эти женщины, как их там отталкивали, там шел тот, куда была иссохшая рука, и он когда упал, он упал из немок, и окровавленный, а эти священники, предсвященники кричат, это толпа, неистово кричит, а он не подходит, говорит, Иисус, это я тот, который убил сухую руку, вот я, тот ходит, голодок воды, его затопит, толкают, эта женщина, говорит, это я так, которая страдала кровотечением, девяносто лет, она хотела ему помочь, и я так, я толпу, ты чего сюда пришла, какое твое здесь дело, удар в моиске, она лечит, доказалось бы, уже остановились, нет, другая говорит, это моего сына, не сына похороны, а ты воскресил его, это я мама, я знаю тебя, кто ты, ты цель, ты цель, ты мессия, а эти священники, и мои души, их мучают, они поведевают, пить, кричат, гнать этих людей, невозможно, невозможно, здесь пробивается толпа, бездома кричит, ты мессия, это только, но и в крыльной глаза, это ты, сын Божий, так же и он получает, так же и он, и его не дали там, и каждый хотел помочь, но, дорогие братья и сестры, совсем этим было одно наблюдение одного человека, один человек очень зорко наблюдал, там было очень много тысяч людей, тысяч людей наблюдали, на один наблюдал очень, и о нем написано Слово Божие, в церквах много слушаете, много проповедуете, много присутствует, на единице познаете, было два человека, один с правой, другой с левой, помните, два разбойника, два снателья, и вот они смотрели, и один из них смотрел, о нем я немножко, я очень извиняюсь, что я не могу не закончить сегодняшнее пробование сказать о нем, я постараюсь о нем, и на этом закончить, и вот когда вели его, и когда он не смог нести этот крест, и как он падал под ним, и как мы его положили, он наблюдал, когда он падал, ни стона, ни крика, ни слов, ни родования, ни зуздь, там, где глаза, я так смотрел, и знаете, что меня очень сразило, представьте себе, все порвано, пробитого, кровавлено, и все вот это, где глаза, под запекшую кровь, ни кровь, ни грязь, не могла затмить глаз царя-царей чистых, которые в то время смотрели, и вот этот, один из злодеев этих, он увидел, что в этого человека неубъекновенные глаза, его глаза не горели гневом, как их, и его глаза не горели болью, как их, и был воином, но они были распяты, но их тело было целое, а этого нечего места, пребывали в возрасте, и вот, я скажу, момент, когда распинали этого воина, этих людей, как они кричали, как они проклинали этих, какой сглубой, какой, какой-то был дикий ужас, крик, и вот этот, один из них наблюдает, ну, все они наблюдают, и народ наблюдал, альбусу наблюдал, а этот говорит, очень проси, и один блядь, и один блядь, иду, его духом куда- Verme, обратил глаза у головы, с головы таблица, Все царь, мавдинский царь, 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 вот на этом, как он сказал потом, я именно с ним, с этим человеком, я говорил, и он сказал, вот на этом обломке, я подумал, я и спасусь, доплыву до того берега, это и есть, это та дошечка, это то есть только плод, переплыть веку смерти, он царь, он мессия, он спаситель, он мой, это моя надежда, и когда он висел, и вот эта таблица, и вот это все, что он наблюдал, и вот эта молитва, очень проси им, и они видели, наблюдая, что происходило, и как им, с ними, и как с ним, и что говорили, думали они, и что он говорил, я дочитаю, один из повешенных злодеев, злостовый, и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас, другую же, напротив, это тот, который внимательный, это те, которые сидят и внимательно слушают Слово Божие, и распырают веру, унимал его, и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам ослуженно тоже, и мы ослужены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал, я свидетель, как его вели, я свидетелью тому, как перед здесь стоять, ты слышишь и видишь, плачут, вон стоять, и говорят, ты Мессия, ты наш Царь, ты наш Спаситель, ты меня исцелил, ты меня воскресил, ты меня поднял с постели, ты мне дал руку, ты мне дал мне ноги, ты дал мне глаза, они видят, они это видят. Как часто, братья и сестры, мы этого не видим, как часто мы этого не слышим, и не хотим этого слышать, мы не хотим этого видеть, и вот здесь этот, он и говорит, мы ослужены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал, и сказал ему Иисус, и сказал ему, Иисус, знаете, как? Иисус, помяни меня, Господь, видите, Иисус, помяни меня, Господь, когда придешь, в Царствие Твоё. Такая краткая ночь. Иисус, помяни меня, Господь, когда придешь, в Царствие Твоё. Другими словами, я знаю, что Ты Мессия, я увидел, что Ты Мессия, я увидел, что Ты Сын Божий, я увидел, что Ты Царь, я увидел, что у Тебя есть Царство, и Ты придешь в своё Царство, и в своём Царстве вспомни о мне, злодея и разбойника. Вспомни! И Он знал, что если этот Цар вспомни, то будет какая-то милость. И что Он ответил? Вы знаете. И Он сказал, Иисус, И сказал Ему Иисус, Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в районе. Ныне же будешь со Мною в районе. Я этого не знал, братья Иисусы. Я не занимаюсь этим, и не буду вам сейчас толковать это всё, но хочу сказать то, что Он сказал. Пока они умирали на крестах, то Он сходил, проповедовал. И как только Он входил в рай, то уже разбойник встречался с Ним, он разобрался и убирал. Ныне. За то время, когда они умирали, Он сходил. И уже Он с Ним зашёл в район. Он не пришёл. И эта картина, когда Он показал, представьте себе, что не было, и Отец ожидает Сына. Что Сын придёт к Отцу, а Он идёт к Него Дима. И представьте эту картину. Куда-то слава Неба. И Отец смотрит, а Сын идёт и за руку держит. Разбойник. Несколько минут, несколько секунд перед самой смертью я увидел табличку. Ты царь его, дядьский. Я увидел в ручь глаза его, которые не могли заветемнить ни грязь, ни кровь, ни кривита, ни крики действия не могли. Ни несмешки не могли затменить глаза, исполненный безонный океан любви. Не могли затменить. Не могли. Не могли эти глаза затемнить другим, чем то. А у нас, Боже, неизлечимая болезнь. Уже и нет благодарности, нет радости, уже лобот, уже страх, уже ошеление. Милые братья и сёстры, посмотрите на его. А там жизнь, а там исцеление, а там обновление, а там победа, а там сила, а там крепость. И этот сумел на окончании, за несколько секунд, на окончании своей жизни, он сумел сказать, вспомни обо мне. К сожалению, во многих сэкфах сегодня есть такое понятие. Я слышал. Ну, разбойник успел. Он и успел. Дорогие братья и сёстры, я хочу сказать вам, разбойник столько пробоя не слушал, как мы. Разбойник столько в молитвах не был, как мы. Разбойник не имел Духа Святого, как мы, и нам такого шанса предоставлено не будет. Не думайте. И не надейтесь, что вам будет шанс, как разбойник. Его вам не будет. Не будет. Нам дано право не спасаться, как разбойник, а идти, как сына и дочь, и будем пристывать Божьем вместе с ним. Соберим столом. Вот куда он позвал. На вечер. Твое место там. А ты себя куда определяешь? Что спасёшься, как в сбойник успеешь? Да не успеешь. Потому что тебе такого не будет шанса предоставленного. Потому что ты знаешь, знаешь его. Но ты не хочешь сознать, покаяться, примириться. И, как он сказал, в нас, возвращенных, часто обоскрешает ветхая природа, ветхий Адам и даёт знать про себя. Он даёт знать про себя. И вот тогда, когда мы не пребываем в молитве, как Христос, мы не можем поддержать победы над ветхой природой, над Адамом. И у нас вот это бывает. И клеветы, и нелюбовь, и не крыльясь, и осуждение, и не благословение, а проклинаем, и завидуем, и не прощаем, и не умоляемся, потому что мы не пребываем в нём, но в нас. И знаете, когда эта картина, когда он, этот разбойник, сумел, на этих мест, как он говорит, я знал, вот представьте себе, что висит боли, страдания, мучения, и вот-вот он знает, что он умирает. И тому надо возможность, и тому. Но убит, тот насмелялся, а этот сказал исполнил. Почему? Он убил, что это царь. И здесь, даже в то время, когда это было очень, мне это очень тронуло, я очень радовался, что даже в тот момент ад потерпел поражение. В тот момент, что он должен прийти один, а он еще из креста забрал. И тут ябл не успел. Он уже распял троих, что троим наказни, и хотел, чтобы я эти два поливоту, а он еще из креста забрал места, а в рай. Потому что он царь. Царь. Он отец. Догие братья и сестры, если доживем мы до воскресенья, вы знаете, что будет вспоминание смерти Господня. Я бы хотел, чтобы нам сегодня есть шанс и эти дни сказать ему, сколько дней нашей жизни было, что мы молились Иисус, дорогой, родной. Но мы не говорили, отче, прости, отче, благослови моего брата, отче, благослови его дом, семью, благослови жену и деток, благослови воскресенье, сестру, хотя, ты знаешь, что тебе это сделало очень много боли и зла, но Христос не сказал, Иуда, ты мне очень больно делаешь, Иуда, ты предатель, он мне сказал, он сказал, целоварь мне предаешь. Он мне сказал, отче, прости этих разбойников, смотри, как смеются, прости, очень прости этих воинам, делать мое дело и наделись мои одежды, брызы, смеются, подносят уксус в губки, прости, кто ударил себя, он не говорит ни слова о них. Почему? Не потому, что он о них не помнит, нет, он о них говорит. И знаете, что он говорит общее, отчего страдал Христос? Ему было больно, и очень больно мучить, он сказал, мне было больно не от того, что мне пробовали, и не от того, что меня было все полно, но было больно, что точно меня сделали, а я, отца и отец, это же отцу сделали, вот за что мне было больно. Это же натрубались над моим отцом. И это, братья и сестры, а Христос сказал, что сделали наименьшины, сделали наименьшины, а мы что делаем нашим братьям и сестрам, делаем простую, которые молятся про слухи. И не можем получить про слухи. Давайте, мои склоняющиеся к кореи, скажем, ему, Иисус, мы столько слышали о тебе, мы столько проповедовали тебе, пересадали о тебе, как я о псалом читал, слушайте Бога, ступи в простоте, слушайте димный рассказ, Он нас навеки просил во Хрисе. Давайте перед молитвой и в молитве зайдем на Голгоф, зайдем вверх, зайдем реально, посмотрим, кому прорывают руки, и кто тут молится, там, и там ты услышишь в том голосе, и там было твое имя, моё имя, твое имя, прости, прости, не наказывай, не суди, прости, потому что я отдал жизнь за него, за него. Я отче, я страдал, отче, истили, отче, помоги, отче, это моя дочь, это мой сын обращается к тебе, отче, вот это она, вот это он пришел к тебе, это тот, как тот, все же самое, как я привел к тебе, ты ожидал меня, что я приду один, а я привел с собой, разбой меня, потому что ты просил меня, потому что сказал Иисус, а потом сказал Господи, помните, это же сами разбой, он же сказал, Иисус поменил меня, Господи, иисус, и Господь. И там же, когда он шел с ним, представьте себе, какая слава встречала Сына Божия, какие суммы, это не миллиарды, это бесчисленное количество ангелов, хор, встречая победителя, который поразил дьяволу голову и открыл свободный вход для всех полемян языковой народности, спасения, помилования, он входит, царь, царь, который только что несколько секунд на земле был оплеван, осмеян, таскал его, кидали в той грязи, в том песке, в той глине, эти раны, эти белые кости было видно, как смотрели из-под этой грязи, из этой краны, а сегодня он наслажден и ждет собой разбойника, прощенного, аллилуйя. И он говорит, Иисус говорит, Отец, вот первый результат моего страдания, что жертва не напрасна, вот эта первая жертва, искупленная кровью овца. Это была жертва дьявола, в которую я хотел вернуть в ад, но я забрал последние секунды и опрос через тебя. Я привел руки, чтобы ты увидел, что не напрасно, вода, который поверил, который увидел и который получил и сказал Иисус и сказал Господь, помяни обо мне вспомни. Но, и вот и сестры, давайте скажем так же, Иисус. Отче, вспомни обо мне, вспомни обо мне здесь на земле. Отче, я взываю к тебе, помоги мне, проси меня, я не могу победить, я не могу против справиться с своей ветхой природой, своим адамом, как мы называем часто характер наш, нервы наши. нет, у Духа Святого нет ни характера, ни нервы, только у дьявола. А там, где Дух Святого, там свобода, но ни характера, ни нервы. Кто говорит, не вас, это слово ложит? Давайте скажем, отче, проси, у меня есть еще это, а я не могу освободиться. Отче, освободи, и приходит поленная свобода, как этого разбойника. Поленная свобода. Поленная свобода. Они приходят и говорят, очень проси. Как я начал вам говорить о этих людях, которых я видел, я смотрю, он говорит это из там, в связи с осетией, 17 лет преступник, 17 лет наркоман, сидел на игле, посмотрит на этого человека, и, знаете, с ним говорить просто невозможно. Почему? Не потому, что я не думаю, что такое плохое. Нет, просто у тебя слезы льются смотря на этого человека. Иисус, жертва меня пасна. Он не может говорить, что слезы бежать. Он говорит, говорит, что ты меня полюбил, я до сегодня не могу понять. И я не могу молчать. И он, он, они не имеют этих финансов, этих доходов, открывает такое место, чтобы таких, как они, звуть туда, что расскажут, что как Иисус освобождает. И знаете, Иисус освобождает без лобок наркоману. Без лобок он освобождает. И знаете, мы видели, мы видели эти освобождение, мы видели эти полные свободы. Знаете, это просто человек, который был перед этим, и после собой, как он первое, что он пошел, у всех просить прощения. А это не было прощения, а отсюда. Как он обнял, как он обнял свою жену, что он говорит. Да не вороти и сестры, я слышу, прости, дорогая, ты не имела мужа, детки, не имели папе. Простите, я сегодня новый человек в свободе. И знаете, что Господь показал, как этого разборника ввел в царстве, то этих наркоманов, он так приходит, они с такой плевой, лежат не освободить, то Бог не грестит Духу Святую, и возвращает Духа Святого. И как он и векует, как он и славит Господь. Какие там сияющие, радостные лица, какое там торжество. Видали, когда вышли, я смотрю, что не могут и те, а эти двое не могут друг друга поддерживать, как-то в двери попасть. Что? Они плачут, помогите. Может, мы поможете нам, Иисус вас поможет, нам, мы хотим освободиться, мы не можем, мы погибаем. Братья и сестры, не слышим любви этих криков сегодня, а нам некогда, мы зависти очень сильно, мы зависти строительством цепей, как сегодня один из братьев из всего рассказ сказал так, я не приехал в Америку сидеть на черных скамейках, я должен сидеть на пухових мягких. Вот чего вы в Америку приехали, а? Жалкие богоступники, вы не приехали в мягкие кресла, да, забыли, откуда вы, забыли, кто вы, забыли, для чего вы здесь, какой рот занятия вас здесь, не строить сегодня мягкие кресла, большие залы, не строить конференции, не покупать музыку за 40-50 тысяч, нет, не делать поклятные залы, нет, но строить прям бога живого, чтобы именно грешники, рабы, греха освобождались, пленники освобождались, ультики освобождались, измученные получали свободу. Вот наше занятие, вот наш призыв. Сегодня тысячи людей, тысячи, некогда он не строит большие дела, на месте строят объединения большие. Моги братья и сестры, это Богу не нужно, Богу нужен союз небесный, союз с небом, связь с небом, и Господу нужен храм Бога живого. Он сказал, вы храм Бога живого, войдут в них все люди и будут жить в них Аминь. Вот это хочет сначала Господь, а дальше остальное у нас наоборот. Сначала это, а потом это вообще нет. Некогда. Некогда. служение и сбор только в конце служения, то сегодня только первая молитва, и после молитвы сразу сбор. Я бы говорю, уже Христе не проповедуют нам, а только десятина и сбор, и сегодня будет тройной и двойной сбор. Вот и все служение, вот все что пришла церковь. Страшно. Вот к чему мы пришли. Вот куда мы дошли. Это ужасно. Это ужасно, к чему мы идем. Дети братья и сестры, давайте мы сегодня скажем Господи, Отче, как Он сказал, Иисус возносит громким голосом и сказал, Отче, руки Твои предаю Дух Мой. И сказал это и спасел Дух. Кончилось. его страдание, кончилось его испытание, кончилось его огонь о мучении, кончилось. Я люблю. Он говорит, моя миссия закончилась молиться на земле перед отцом, и я пошел по небу продолжать ходатайствовать перед отцом живущих на земле, поверивавших в слово обетование Крии. Он там не отдыхает, не думает. Нет, он там также предстоит перед отцом и их отдадость без нас не стоит. И говорит, это они. И смотрите, эти души, как смотрю, тоже вышла одна, но им по годам, некоторым даже и 20-30 лет, а на лице, можно сказать, и 40-50 до 60 лет. Так выглядят эти люди, измученные грехом алкоголя, наркомане. Это ужасно. И одна пришла, и даже настолько, что уже и уста парализованы, она не может говорить. И как подошли и устроили, что она хочет, она еле-еле слышно говорит, помоги тебе, я погибаю, а я не хочу уйти в ад. Я не мог смотреть на это все. А зло господи, а мы спокойны. Столько возле нас погибают. Сколько наших братьев и сестер там трудятся, не доедают, не досыпают. А мы здесь чего-то ищем, за что-то воюем, чего-то добиваемся. Я там никому проповедовать, а здесь эти портфели рвут на четверо. И идите туда, там семь мест на недостаток. Спасибо. Спасибо.